На термометре минус 27, а на льду хоккейной коробки, что в сельхозколледже жарко. Играют команды «Кристалл» из Шушенского и Минусинский «Локомотив». Первая в этом сезоне битва на юге Красноярского края в рамках президентского проекта. Ночная хоккейная лига проходит раньше обычного графика. Поймали мороз и все, лед залили. Как бы первое, что у нас все время. Обычно в конце ноября, а тут уже 5 ноября у нас лед был. Свою базу игроки «Кристалла» поддерживают сами. Своими руками заливают и расчищают лед, делают разметку, оплачивают поездки на товарищеские встречи. Игроки представляют собой целый спектр самых разных профессий. Полицейский, водитель, электрик, предприниматель, журналист, пожарный, слесарь, геодезист. А вот их нынешние соперники все как один – железнодорожники. По жизни мы в основном все железнодорожники. Да, поэтому и локомотив. Все работаем на железной дороге. Ну вот, развиваем хоккей, стараемся, чтобы… Сами играем, чтобы молодежь у нас привлекалась, чтобы тоже занималась. Глядя на нас, чтобы молодежь занималась хоккеем. Первый и второй период остаются однозначно зашушенцами. И это не мудрено. Кто первый встал на лед – того и быстрые коньки. Другими словами, кристалловцы вышли навстречу, имея за плечами не только тренировки в спортзале, но и на родном льду. А минусинцы признались, что открывают хоккейный сезон, надев коньки только сегодня. Со счетом 8-3 в пользу хозяев команды уходят на перерыв. Но гости о сдаче без боя и не помышляют. В третьем периоде локомотив набирает ход, усиливая атаки на ворота кристалла. Неизвестно, каким бы был итоговый счет, если бы не наш вратарь Андрей Тимошенко. Оборона шушенцев в третьей 20-ти минутке периодически дает сбои. И гости этим пользуются, выводя своих форвардов один на один с голкипером кристаллом. К счастью, в большинстве этих дуэлей Андрей выходит победителем. К радости болельщиков, среди которых есть уже свои фанаты клуба. Я с женой, вот вся моя семья. Пригласили нас поболеть. Минусинские приехали, сказали, спортсмены. Нормально. Холодно, правда, и все. Я первый раз вообще вижу вживую хоккей такой, с шайбой. Буду играть тоже за команду кристаллу. А так я пока просто болельщик поднимаю флаг и опускаю. Мне больше всего нравится вратарь. Андрея Тимошенко признали лучшим игроком товарищеского матча. Дважды за игру отличились Константин Коротков, Петр Пилипенко, Владимир Борисов. Капитан команды Валерий Коновалюк записал в свой актив 4 шайбы. Последнюю, 11-ю шайбу в ворота гостей забил с синей линии защитник Александр Кулеш.